Здравствуйте, меня зовут Стефановская Ирина Витальевна, я фитотерапевт, и мы продолжаем беседы по паразитологии. И у нас в гостях, как всегда, Елена Сергеевна Чернышева, врач высшей категории, кандидат биологических наук, паразитолог, морфолог, человек с большим стажем работы. И тему мы сегодня такую решили поднять – аллергические реакции. Ну, так как мы с Еленой Сергеевной, я уже говорила, очень много лет сотрудничали вместе, и иногда тоже я посылаю людей к ней, если трудные какие-то вопросы вот такие есть. И на самом деле, Елена Сергеевна, имея огромный вот такой вот стаж в этом деле, и наблюдая анализы больных с двух месяцев и до бесконечности, так скажем, она может нам более подробно рассказать про то, что вызывает на её взгляд всё-таки аллергию у людей. Так вот, мы анализировали тот материал, который смотрели под микроскопом в большом количестве. Мы разделили пациентов по доминирующим признакам. И одни обращались к нам от врачей-гастроэнтерологов, хирургов, инфекционистов, то есть с заболеваниями пищеварительной системы. Поскольку место паразитирования в основном – это пищеварительная система и органы мишени, печень, кишечник, почки, лимфатическая система брюшной полости, ну и даже периферические лимфоузлы. Так вот, а другие в основном приходили и часто детишки, ну и взрослые обращались с так называемыми аллергическими проявлениями. То есть врачи, иммунологи, аллергологи пытались обычными, ну то есть принятыми средствами лечить этих пациентов, у которых были яркие проявления дерматозов, воспаления кожи, начиная от просто гиперемии, крапивницы и другие виды вместе с отеком, отек винки. То есть аллергические проявления бывают очень часто. За это, за значение гельминтозов, происхождение аллергических заболеваний, академик Астафель получил премию, который доказал экспериментально и в наблюдениях, что аллергические реакции всегда сопутствуют в большей или в меньшей степени гельминтозов, то есть заражением паразитическими червями. Извините, вот я немножко вставлю. Я изучала этот труд Астафьева, это очерки по гельминтологии, да, и на самом деле в предисловии он там пишет, что вот эту тему всю по гельминтам должны знать, в общем-то, врачи любой специализации, потому что это им в помощь идёт. И действительно труд просто колоссальный, очень интересный. Кому интересно, пусть и даже ознакомятся. Да, академик Астафель прекрасную монографию написал, и не одну, а две посвящённые. Он ещё написал, какое иногда фатальное значение имеет заражение гельминтами, когда люди уходили, случайные смерти детей от анафилактических реакций, анафилактическая непереносимость, аллергическая тяжёлая реакция. Так вот, он провёл исследование, он написал книгу, получил премию, но в сознание врачей вот эта тема, это достижение как-то вот не вошло в сознание. Может быть, изменились времена, школа ослабла паразитологов, но мы призываем, мы тоже применили новый запатентованный нами метод, и мы увидели работы с врачами, кстати, дерматологами, в частности из Ярославля, доктора со мной работают. Они получили большой результат при лечении вот этих больных, у которых зудящие дерматозы, они так называются аллергодерматозы, и крапивница, и отеки квинки, но это больше... Но это лечение было медикаментозное, наверное, да? Оно было сочетанное, но обязательно, обязательно. Дело в том, что поскольку аллергодерматозы часто считают, что связана с полинозой разновидность на пыльцу, на зелень, непереносимость некоторых продуктов, они очень побаиваются давать... Травы. Травы, да. Да, боясь осложнений или вот такой реакции... Елена Сергеевна, тогда мне хочется вспомнить случай, когда, помните, давным-давно мы сдавали анализы девочке вам в лабораторию, где был поставлен диагноз трихоцефалез. Машеньке тогда было 3 года. Да, да, да. И мама была просто в ужасе, потому что ребёнок просто умирал. У неё сплошной дерматоз был. И, кстати, тогда, на тот момент, ей помог отвар. И в наших передачах я даю даже рецепт. Вот. И этой девочке очень помогло. И, кстати говоря, мы с ней встречались в прошлом году, с этой девочкой. Ей уже 16 лет исполнилось. У неё ни одного раза не было больше никакого приступов. Да, я даже это видео записала, где эта девочка рассказывает, она уже взрослая, она просто красавица. Вспоминается, да. Да, и мамы, вот они рассказали этот случай. И мы, кстати, эти фотографии показывали в Институте иммунологии. Да. Что помогает именно трава лечения, только правильная. Конечно. Да, то есть травы, которые всё-таки содержат дубильные вещества, скорее всего. Потому что на основе кровооклёпки, если мы делали сбор, туда входят такие вещества. Ну, извините, я немножко была под впечатлением именно в нашем совместном творчестве. Это только творчеством, наверное, можно назвать. Конечно. Правильно, да? А на сегодня мы нашу встречу заканчиваем. Я думаю, что вам было интересно послушать профессионала Елену Сергеевну Чернышёву. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Я Ирина Витальевна Стефановская, фитотерапевт. Всего вам доброго. И увидимся на умноходе. Спасибо. 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 Спасибо.